всем добрый день сегодня видео про садики когда у меня покупают садики или молодые суккуленты то я часто слышу вопрос а что теперь с ним делать дайте советы по уходу и вот сегодня я решила такое видео снять начну с того что с каких из каких растений состоят садики садики состоят как правило из простых растений там где-то две несложные эхиверии бывает даже три остальное все это седумы пахефитумы пахеферии грипптоседумы но что-то такое не очень сложное в уходе красулы попадаются садики уже ну так скажем на своих корнях там растения уже в этом садике растут несколько месяцев есть садики у меня вот такой есть долгожитель которому уже год почти самое главное когда вы купили садики вообще для любых суккулентов это грунт свет и полив видео про то как сделать самозамешанный грунт у меня есть в моих видео про свет у меня тоже есть видео и даже не одно для новичков больше подойдет наверное третье видео там про светильник на прищепке про то как можно легко подсоединить самим свет ну так же если интересно можно посмотреть и предыдущие два видео как я экспериментировала со светом с разными лампами и добивалась яркости своих суккулентов то есть я шла искала свой свет для своих размеров подоконника все было непросто у меня но сейчас у меня просто линейные светильники если вот интересно могу показать линейные светильники по 40 50 ватт так как они по длине не на весь подоконник их не хватает то еще справа и слева висит еще дополнительно по прожектору на видео они мерцают но в жизни этого не видно ну теперь перейдем непосредственно к самому вопросу купили садик что же теперь делать с ним можно еще какое-то время садик растить вот в горшочке в котором вы его купили там достаточно жирный грунт питанием даже на какое-то время еще хватить но можно пересадить все растения по своим садиком по своим горшочком отдельным можно прямо садик разобрать и каждое растение посадить свой индивидуальный горшочек но здесь нужно сказать отдельно что растение не сажаем небольшой горшок сразу маленький например вот как у меня малышня сидит сейчас я прикрою рукой прожектор чтобы он не мерцал в какие-то маленькие объемы сажаем молодые растения для того чтобы они освоили сначала маленькие горшочки потому что если вы сразу посадите маленькое растение в большой объем будут большие проблемы с тем что не просыхает грунт от полива до полива и вы просто растение можете перезалить и корни сгниют то есть начинаем сначала с маленьких горшочков это обычно 4 на 4 5 на 5 лучше 4 на 4 а можно этот мини садик использовать для создания своей какой-то большой композиции вы купили свое красивое кашпо и туда вы посадите вот эти растения опять же вы все вынимаете и сажаете в свое кашпо здесь нужно помнить про осторожность с поливом потому что большой объем и просыхать опять же от полива до полива поэтому поливайте осторожно хотя когда сидит много растений в одном кашпо они быстро выпивают воду просто следите я например свои композиции поливаю раз в неделю свет обязателен даже на окне вот вопрос который очень часто спрашивают новички а можно на окне не подсвечивать ну как правило на наших окнах не хватает цвета суккулентом и надо 12 часов их подсвечивать солнце к сожалению не стоит на месте даже в солнечный день перед передвигается и в любом случае растение оказывается в какой-то момент в теневом участке но так скажем не всегда но освещается солнцем тем более у нас солнечных дней все-таки не 365 в году поэтому окно надо на окне растения тоже надо подсвечивать если у вас планируется одна композиция тогда вы можете использовать точечный свет то есть это прожектор или какая-то лампа даже настольного можно в принципе использовать туда вкрутить светодиодную лампу прожектор и это если вы композицию хотите подсветить а если у вас в планах занять весь подоконник горшками тогда это линейные светильники как правило их вешают несколько штук параллельно потому что одна все-таки маловато нравится вашим растениям или нет цвет который вы для них сделали они вам покажут своим окрасом своим внешним видом поэтому если растения зеленые перетянутые у них нет красивых плотных розеток значит светом не хватает добавляйте еще на цвет суккулентов влияет перепад ночных и дневных температур а не торопитесь покупать фитосвет фитосвет это уже как дополнение к мощному белому свету который вы купите если вам захочется еще побаловать свои суккуленты фитосветильником со специальным спектром то пожалуйста а так в принципе на первое время достаточно и белого света главное чтобы он был мощный ну немножко сумбурно надеюсь что то полезное я смогла донести фотографии садиков можно увидеть в альбоме садики у меня в контакте и меня еще иногда спрашивают можно ли приехать к вам и выбрать садик к сожалению это очень неудобно делать потому что они стоят одной массой над ними очень низко висят лампы и выбирать неудобно потому что они стоят одним ковром поэтому выбирать удобнее именно в альбоме где они сфотографированы все по отдельности и со всех сторон все еще раз всем хорошего вечера всем пока пока